Всем привет, у вас заводы. Короче, побежала печка. Сколько смотрел роликов, снимают панель, радиатор печки накрылся. Поэтому, если видите, что у вас есть капли внизу, пол мокреет, не спешите покупать новый радиатор. И буквально через неделю, через две уже опять стало протекать. Вся суть моего ролика, я, короче, разрезал панель. Прям болгаркой. Это я век живи, век учись. Видите, здесь кругленькая. Вот он стопор, упирается все. Нас одевают, нахлобучивают и пытаются, чтобы она никуда не делась. Вот, короче, месяца два еще одна печка проходилась. Вот как это происходит в машине. Натягиваешь фасам, я не хочу. Вот, стопор такой вот мешает. Зажимаешь поближе, лишь бы попасть. Сейчас покажу, как я вырезал, что для этого требуется. И, в общем, первый раз я всю панель снимал. Хорошо перебрал, конечно, поставил на это. В общем, она перестала трястись, дребезжать. Ну и буквально через неделю приезжаю, вроде новая запчасть все залито тасолом. Потом психанул вырезал прям болгарочкой. Маленькой небольшой болгаркой подлазишь. Сейчас все это разберу, покажу. Из запчастей купил полтора литра тасола, новую пробку, потому что их буквально через полгода надо менять. Старая начинает уже подкипать. И радиатор отопления Лузаровский попросил чек в этот. Коврик постоянно мокрый. Пахнет тасолом. Прям запах битума. Снимаем бардачок. Откручивается вот эта штучка. Она здесь раз на двух болтиках закрепленная. Вытаскиваем бардачок. Он тоже на двух болтиках крепится. И все. Сантиметров двадцать. Берешь болгарку и режешь. Режешь до конца. Здесь верхушку надрезал. Это все у меня на закрепах. Пока был шуруповерт. Сейчас откручиваю и все. Меняем радиатор. Получается вот такой вот доступ к печке. К радиатору печки. Это я уже с герметиком. Это я бэушный покупал. Остается только открутить три саморезика и шланги. Поставить новый. И также в обратном порядке прикрутить вот эту панельку. Я делал накровенные саморезы и пластинку. Такой вот кусочек. Как залез болгаркой. Начал снизу вот так прорезал. Потом боком залез. Так прорез. У кого есть ножовка, то еще проще. Собственно все. Ну и здесь сбоку я тоже прорезал болгарочкой. Болгарка залазит во все стороны. Некоторые вообще вырезают и выкидывают. Сливая тасол, не спешите. Открутите два патрубка. И пусть она капает. Вот так давление с этого. Она бежит потихонечку. Потому что если вы поспешите. Первый залп из печки. И со всего потекет именно в этот. На коврик. А не в кастрюльку. Проверяем старый радиатор. Методом заливки в него воды. Кстати рекомендации. Никогда не покупайте. Душные. Они могут быть и целыми. Целыми. Вот я когда купил. Потому что вообще просто необходимо в дороге было. Уже был этим герметиком подмазан. Там говорит. Да. Типа не бежит. Но он не бежит вроде бы. А под давлением где-то все таки выдавливал. Старый снял. Изнимается легко. Может чуть подлиннее. Потому что он у меня снимается. Вот наискосок вниз. Если вот чуть подальше он сразу целиком выйдет. Все. Сушим полностью. Просушиваем там от тасола. И прикручиваем патрубки назад. Ну все. Новый радиатор на месте. Два хомута. Три болта. Открываем. Отопитель. Кран горячий. Все. Подливаем тасол. Завел машину. Прокачиваем печку. Никаких потеков. Открыто. Шланги нагреваются. Все хорошо. Тасол удалить. Просурить. Все собираем. Ну и пол надо будет просушиться. Таким. Уже пропитан весь. Этот радиатор оказывается тоже рабочий. Оказалось. Короче шланги же они получается одеваются не просто вот сюда где этот выемка должна быть. А натягиваются напихиваются прям до конца. Прям до упора до этой планочки. И второй шланг тоже. И получается человек же не знает где она находится. Вот эта выемочка. Он старается хомутиком поджать где-то здесь. А здесь вот уголок. И вот получается хомут когда вот сюда зажимает. Раз. И получается где-то потихонечку капелечка. Кап. Кап. Или вот здесь допустим. Уголок. Вот видите. Вот он. Уголок. Сланг напялен дальше. Хомут ставит пофигу. Не рассчитаешь же. Сланги же новые. В общем. Вот так вот. Хомутик мне прикрутили. Подставили. Раз. Раз. Затянули. И она стала подтекать. Так воду держит уже час. Ну что будет запас. Я первый раз если что так же прикрутил. Потом смотрю блин да что же накапывает. Короче фишка такая. Тоже шланг. Натянул до победного. И вон видите где хомутики стоят. Вот он когда начало подтекать. Потом когда начало подтекать. Поставил дополнительный. Снял это все с диутосол. Поставил дополнительный хомут. И вот тот который был родной. Еще и им поджал на всякий случай чтоб не промазать. Сейчас держит. Так что не делайте ошибки. Хотя зачем их вообще так спроектировали. Шланг одевается до самого конца. Прям вот на вот эту выемку. В выемку не упирается. А одевается прям. Он же больше диаметра. Вот наглядно. Он больше диаметра. И одевается заскакивает до самого конца. Должно они может делали чтобы в эту полочку уперлась. Раз. А людям как то. Ну хлябает. Как это мы будем так подтягивать. Напяливает туда. И получается хомутик не совпадает. Из-за этого идет подтекание. Вроде протягиваешь. А вот этот уголочек. Вот этот уголочек не дает затянуть хомутик до конца. И вот оно сочится, сочится, сочится. И не поймут из радиатора или из шлангов. Подтянули, оттянули. Еще что то. А панель поставишь, не будешь же каждый раз. Поэтому пользуйтесь советом. Я из-за этого, блин, целый радиатор новый купил. Поэтому прежде чем покупать новый радиатор, надо убедиться, покуда натянуты шланги. У меня шланги натянуты тоже под упор. Потому что вот человек откуда может чувствовать, там уже рукой тянет, да? Стопор этот. И получается я на стопор одел. Если бы я сейчас затянул хомуты чуть поближе, оно бы потихонечку капало и сочилось. Поэтому если видите, что у вас есть капли внизу, пол мокреет, не спешите покупать новый радиатор. Подытожим. У меня появился запасной радиатор. Раскупил уже не повезу. Вот тут есть стопор. Одеваете шланг до стопора. Раз, уперся. Вот так он хлябает. Все, затягиваете. У нас же как получается? Чтобы вот так вот по стопор одеть. Кто будет так одевать? Тем более там, пока натащил. Вот они стопора, вот эти уголочки. Раз. У нас же напяливают по самую, вот посюда шланг. И потом пытаются зажать. Где? На уголочке. Если взять линейку и посчитать. Где? Вот так вот отмерить. Если все-таки напялил. Где надо задавливать. Через шланг же не видно. И получается, что на вот этот уголок. На вот этот уголочек. Вот он, видите. Выпуклый. Как стопор сделан. Зачем они вообще его сделали? Инженеры. Вот он. Вот видите. Вот эта выпуклость, это уголок. По которой надо одевать. Мы шланг напялим вот сюда. И хомут мы никогда толком не зажмем. И оттуда. Там подкапнет. Тут подкапнет. Тут под это вот. Пытаются мазать герметик. Век живи, век учись. Видите. Здесь кругленькая. Вот он стопор. Упирается все. У нас одевают, нахлобучивают и пытаются вот так затянуть. И редко у кого удается. И оно потом подкапывает, подкапывает. Сразу бегут радиатор менять. Опять на СТУ. А что за фигня. Зачем они вообще его сделали, этот стопорок-то? Не пойму. Вот оно в него раз. Она флябывает. Ну кто так будет затягивать? Просто вот здесь. Вот как это происходит в машине. Натягиваешь по самому не хочу. Вот. Стопор. Такой вот. Мешает. Зажимаешь поближе, лишь бы попасть. Либо чуть-чуть подальше. Все равно попадаешь даже уголочком. Даже уголочком попадаешь на стопор. Пытаясь обжать. И получается, что ты сам себе наискосок зажимаешь. И вот она. Капля. Там же давление. Попробую рассчитать куда надо. Вот надал где затягивали. Вот где должны затягивать. Если время позволяет, терпит, делаете для себя. То можно еще вот так вот бумажечкой проверить. Сутки, двое. Постоять. Капнет где-то, не капнет. Потом собирать. От 숙ожр drip. ADM.